Алло. Алло, здравствуйте, Михаил. Алексей Москва. Вы не подскажите, у вас отношение к венчурным банкам, и что думают по этому поводу Набиулина? Какие венчурные банки вы знаете? Куда может обратиться изобретатель? Спасибо. Ну, понимаете, чем дело? Схема венчурная, которую изобрели в Соединенных Штатах Америки, ну, на Западе, и которая, в общем, худо-бедно там работала, уже не работает. Потому что уже изменилась модель. Вообще на падающих рынках с изобретательством очень интересно. Если это изобретательство абстрактное, то оно, скорее всего, откладывается в долгий ящик. А вот если это конкретное изобретение, которое позволяет резко сэкономить, неважно, материалы, труд или еще чего-то, то его хватают, ну, просто вырываются руками. И вопрос только в том, насколько оно отработано. Потому что, к сожалению, наши изобретатели очень часто ограничиваются тем, что они сочиняют идею. А тем, кто хочет купить, нужна уже рабочая технология. Насколько мне известно, у нас сейчас, если говорить о венчурных структурах, то это в значительной части либо это интеллектуальное воровство, ну, там вот, как бы, Сколково и прочее, прочее, прочее. Там вот сидят представители иностранных компаний, которые забесплатно фактически воруют изобретения российских изобретателей. Я не хочу сказать, что там все такие, но такого рода структур очень много. А вот те, которые чего-то дают изобретателям, тут имеются, конечно, определенные проблемы, мне сказать сложные. Но я этой темой специально никогда не занимался. Я могу сказать, что вот у нас в агентстве стратегического прогнозирования «Ковчег» это вообще кооператив. Один из участников занимается инновациями. И вот он как бы уже много лет делает абсолютно прорывные вещи в нескольких направлениях. Мы его финансово поддерживаем, но он никак не может выйти на такую яркую прибыльность, потому что везде, где речь идет о госзакупках, выигрывают тендера всегда свои. А свои, когда они к вам приходят, к изобретателям, они говорят одно и то же. Либо отдавайте нам технологию, идите к нам на зарплату, либо продавайте нам готовые изделия. У вас какая будет? Ну, посмотрите, у вас будет прибыль 15%. А вы что хотите? 3000%? Нет. 3000 будет у нас. Потому что мы умеем выигрывать конкурсы. А вы не умеете, не хотите, а тогда вы вообще умрете. Вот такая вот жизнь. Следующий вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!